с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 30 июня международный день парламентаризма также сегодня отмечается день сотрудника службы охраны уголовно исполнительной системы министерства юстиции россии но теперь о родившихся в 1891 году появляется на свет стэнли спенсер английский живописец оригинальный живописец который был виртуозом академического рисунка стал известен благодаря своим магико реалистическим полотном в которых соединяются современные бытовые детали и мистические видения спенсер писал пейзажи бытовые сцены часто сатирическими оттенками в последние годы большое место в творчестве спенсера занимала религиозная тематика он создает множество религиозных ансамблей которые оказались более важными для его творчества чем портреты и пейзажи 1893 год 30 июня день рождения вальтера ульбрихта восточно-германского политика коммуниста который продержался у власти с 1960 по 1971 это именно тот политик с немецкой стороны который стал инициатором берлинской стены разрушены в 1989 году и просуществовавший 28 лет 1966 год день рождения майка тайсона американского боксера тяжеловеса который удерживал титул чемпиона мира с августа 87 до февраля 90 из 25 именитых противников тайсона 15 были нокаутированы уже в первом раунде он был непобедим до 90 года когда потерял звание чемпиона в поединке с джеймсом дугласом по прозвищу необыкновенной тайсон собирался бороться за возвращение титула но в девяносто втором был осужден за изнасилование и заключен тюрьму откуда вышел спустя три года в девяносто шестом тайсон за три боя зарабатывает рекордную сумму в 75 миллионов долларов больше чем любой другой ответ в истории поэтому трехмиллионный штраф которому следующем году приговорили тайсона за то что во время поединка с эвандером холифильдом о чем вам как-то рассказывали он откусил у соперника кусок уха был для него не более чем укус комара ну а теперь о некоторых событиях этого дня в 1859 году француз жан блонден настоящее имя жан-франсуа гравиле переходит через ниагарский водопад по натянутому канату переход отважного к натоход со в течение пяти минут наблюдают 5000 зрителей 1920 году образована всесоюзная книжная палата в настоящее время она называется иначе именно российская книжная палата эта организация занимается ведением библиографического и статистического учета любых изданий которые выпускаются на территории страны кроме того она осуществляет архивное хранение всех изданий а также проводит международную стандартную нумерацию всех видов в 1956 году пленум цк кпсс принимает историческое постановление о преодолении культа личности и его последствий которая объявляла культ следствием борьбы классов которые уже отжили и сложной международной обстановке сталин при этом обратите внимание называется выдающимся деятелем преданным делу социализма но злоупотреблявшим властью и совершавшим ошибки важным результатом постановления становится реабилитация репрессированных за контрреволюционные преступления к 1961 году реабилитирует 700 тысяч человек многих увы посмертно 1971 год гибель трех космонавтов волкова добровольского и поцаева пилотируемой станции салют считается что авария происходит из-за разгерметизации спускаемого аппарата однако как говорят независимые следователи истинную причину того что космонавты сгорели в атмосфере никто и никогда не узнает возможно у аппарата не сработал парашют из-за повышенной нагрузки спускаемом шарике находились трое космонавтов вместо якобы двоих положенных однако это всего лишь версия в 1972 году возникла так называемая високосная секунда дополнительная секунда добавляемая ко всемирному координированному времени для согласования его со средним солнечным временем все с одной стороны сложно но и также легко считается что в такие дни после времени 23 59 59 идет 23 59 60 и только потом 000 объявление о секунде координации осуществляется международной службой вращения земли если такая теоретически возможно объявление отрицательной секунды координации то есть другую сторону если средние солнечные сутки окажутся короче календарных на практике же отрицательных секунд координации никогда не объявлялась поскольку вращение земли постепенно замедляется разница между средними солнечными сутками и сутками в системе си все время растет как следствие в будущем секунды координации надо будет водить все чаще и чаще например двадцать втором веке надо будет водить в среднем по две секунды в год а через две тысячи лет мы конечно же доживем примерно раз в месяц ну и еще последний раз секунда координации водилась 30 июня 2015 года есть кстати и другой подход к этой проблеме просто не выводить больше дополнительных единиц в 1974 году 30 июня во время гастролей в канаде решил не возвращаться на родину 26-летний михаил барышников основной мотив возможность работать за границей с хореографами самых новаторских направлений по слухам незадолго до этого барышников встречался с рудольфом нуриевым который эмигрировал ранее нуриев и барышников два величайших танцора 20 века если первому поклонялась европа то второй завоевал америку миша так называют барышникова за океаном сделал карьеру адекватную своему редчайшему таланту он танцевал в трупах лучших театров мира работал балетмейстером а позже директором американского театра балета 1993 год в магазина кейптауна возвращается 1200 тостеров одной и той же фирмы одной и той же серии тостеры убийцы как обзывают их южноафриканские газеты выстреливают готовые тосты с такой силы что некоторые счастливые обладатели получили реальные физические увечья тостеры снимаются с производства а фирма-изготовитель опозоренная расстроенная покидает рынок юар 2000 год в лондоне открытие мемориала принцессе уэльской диане он расположен в парке рядом с дворцом где жила принцесса стоимость мемориала составила более двух с половиной миллионов долларов в открытии мемориала принимают участие десятки детей с физическими и умственными недостатками о судьбе которых как известно заботилась диана и вот что интересно никто из членов королевской семьи церемонию своим присутствием не почтил принц чайльз бывший муж принцессы дианы и двоих детей уильям и гарри отвергли приглашение на церемонию по личным причинам но еще одно событие дня историческая сегодня международный день астероида почему да потому что именно в этот день в тысячи девятьсот восьмом году произошло падение тунгусского метеорита 2000 квадратных километров тайги в восточной сибири опустошается ударной волной метеорита в бассейне реки под каменная тунгуска тело вероятно кометного происхождения возможно и послужило причиной воздушного взрыва его мощность оценивается в 40 50 мегатон что соответствует энергии самой мощной из взорванных водородных бомб за три дня до события в европе и западной сибири стали наблюдаться необычные атмосферные явления такие серебристые облака яркие сумерки форма же самого тела описывается как круглая сферическая или цилиндрическая цвет как красный желтый или белый дымовой след отсутствовал однако описание некоторых очевидцев включают в себя и простирающиеся за телом яркие полосы цвета радуги красиво но наверное немного страшно с вами был николай пивненко в проекте дата